Три коровы и в планах закупить еще несколько. Ирина из Михайловского района, которая позвонила к нам в редакцию, объясняет, за счет денег на молоко ее семья, как и многие в селах, могут содержать скот и птицу, то есть фактически не умереть с голоду. Но новые тарифы заставляют задуматься. С 11 апреля по 21 рублю, с 26 по 19 рублей мая и с 1 июня уже по 18 рублей. А цена на сено, какое сено, нифига у нас нету. Ни одного дождя еще не было. Слушай, фураж покупаем, сено купи, все ветобработки заплати, пастуху заплати. Люди возмущаются, вообще не сдавать тогда или как. Резкий скачок вниз эксперты называют сезонным. Начинается он обычно в апреле. В администрации района нам рассказали, что плохо стало всем, и частникам, и фермерам. Но в прошлом году было еще хуже. Не 18, а 13 рублей за литр. Говорили в том году, много завезли сухого молока из Белоруссии. Из-за этого упала цена такая. А в этом году даже не знаю, какая причина. Думал, большое количество молока идет сейчас. И нет рынка сбыта. У всех у них одинаково, понимаете, но как идет четко. Если упала в одного нарубить, то у всех приемщиков сразу упали. По словам Виталия Тищенко, Михайловское молоко уходит в Барнаул, Кулунду и Рубцовск. Обратившиеся к нам люди пояснили, что их сырье везут в рубцовскую компанию «Полет ласточки». Представитель фирмы сказала, что цену на молоко формирует некий завод, на который они работают, и советовала обратиться туда. Вы на заводы шлите запросы. Так на какой завод? Вы мне не говорите, на какой. Вы меня извините, я вам эту информацию не сдам. Сами жители Михайловского считают эту ситуацию очередным сговором скупщиков. И по прогнозам, невыгодная цена будет действовать до октября. Напомним, краевая антимонопольная служба уже не раз доказывала нарушение закона. К примеру, в прошлом году было возбуждено дело в отношении сразу нескольких закупщиков молока, которые умышленно занижали цену. Анастасия Дороган, День с толком.